Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на выставку Gamescom 2019, которая завершилась в субботу в Кёльне. Я был на ней первый раз. Это не первая игровая выставка в моей жизни. Я до этого много раз бывал на Игромире в Москве. И, конечно, для человека, который ничего слаще Игромира не пробовал, это было нечто. Дело в том, что Gamescom – это самая большая игровая выставка в мире. Самая большая по площади, по посещаемости там есть конкуренция, но по площади, по тому простору, который Кёльне выделяет для игроманов со всего мира, и особенно со всей Европы, она, конечно, вне конкуренции. Там надо ходить не один день и даже не два. Я побывал в самый первый день, закрытый для широких масс. Там была только пресса и блогеры. И поэтому, как вы видите, на стендах относительно пустынно. То есть можно довольно спокойно ходить, смотреть, трогать всякое. Кстати, вот этот танк на стенде Wargaming, я думал, что он фанерный или картонный, а он оказался железный, настоящий. Ну, почти настоящий, ладно, но холодный. И рядом с ним еще лежали настоящие снаряды, надеюсь, что без пороха. В общем, вот я начал именно с этого танка, чтобы показать определенный, наверное, размах этой выставки, потому что на стендах, на их оформлении, на экстерьере, на насыщенности никто не экономил, в отличие от некоторых других выставок, не будем поминать их в Суве. То есть это действительно очень крутое мероприятие, и я даже немножко завидую тем, кто всерьез увлекается компьютерными играми и вот смог оказаться на этой выставке. Правда, подозреваю, что в обычные дни там жутчайшая давка, мы с вами сейчас посмотрим, из-за чего нам стоило давиться, но, тем не менее, все равно хорошо. Вот это такое полусекретное видео, это ребята сидят и играют в еще не вышедший Doom, который на лучах от NVIDIA, от RTX, все как положено. То есть меня буквально через несколько секунд настойчиво попросили выключить камеру, но вот такой эксклюзив, полусекретный, можно полюбоваться. А вообще, конечно, любоваться стоит на размах этой выставки. То есть там несколько гигантских холлов, по которым ты ходишь, 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 и все время что-то интересное, все время что-то живое. Какие-то необычные инсталляции, какие-то новые игры, о которых я, честно говоря, даже уже и не слышал особенно. То есть очень любопытно наблюдать за тем, как игроделы разных стран пытаются немножечко подсидеть друг друга. Вот видите, очередная попытка, уже такая достаточно матерая, подсидеть FIFA. Хотя я думаю, что подсидеть FIFA уже просто практически невозможно. Повсеместно сидит толпа людей, которая во что-то яростно играет. Но обратите внимание, что на стендах не только классические игровые бренды, но и, во-первых, производители техники, об этом мы поговорим отдельно. Во-вторых, вот ребята типа Netflix, которые вроде бы не совсем про игры, но тем не менее они там. Кстати, классный стенд был, вы не поверите, у Макдональдса. Я его почему-то не снял на видео, видимо от удивления. Там была копия инсталляции сериала «Теория большого взрыва». То есть это вот диван, оформление комнаты, и любой желающий мог почувствовать себя, ну, например, немножко Шелдоном, да, ну или кем-то еще. Я бы, конечно, предпочел Шелдоном себя не чувствовать. Но вы просто оцените, какой размах. Сейчас здесь все довольно пустынно, потому что день для прессы, но я представляю, что там творилось в обычные дни. Думаю, что было, мягко говоря, жарко. Но, тем не менее, даже в такой жаре, при таком просторе, при таких высоких потолках и отличной вентиляции, ну, почему бы не потолкаться. Этот стендик Sega Mega Drive 2 Mini меня как немножечко зацепил. В моем детстве иметь Sega Mega Drive, это было, ну, нереально просто круто. И, в общем-то, у меня, врать не буду, Sega не было, потому что мы не могли ее себе позволить. А теперь вот такая маленькая штучка, в которую прошиты все популярные игры. Она, по-моему, должна выйти в конце года и будет стоить около 80 долларов США. Насколько это нужно, я не знаю, но прикольно. А еще можно было по соседству сфотографироваться с бомжами. И немного о брендах. Одним из главных аппаратных железных спонсоров Gamescom 2019 была компания Asus, а точнее ее марка Republic of Gamers, под которой делают всякое крутое игровое железо. Вообще, эта история с Republic of Gamers меня очень удивляет, потому что мало кому из брендов, даже глобальных, удавалось создать нечто, что цепляет широкие массы. А вот Republic of Gamers цепляет. У меня есть футболка с логотипом Roga. И меня удивляло, что люди в Европе и в Израиле, незнакомые совершенно люди, показывают большой палец, подмигивают, говорят, что это круто. Ну, необычная на самом деле история. У меня так люди знакомые и не очень реагировали только на футболку с Большим Любовским. Вот один из новых мониторов. Он не был представлен на этой выставке, просто он мне, честно говоря, очень понравился. Гигантский изогнутый монитор. Я бы очень хотел таким обзавестись, потому что атмосферность игры, которую он создает, это, конечно, нечто. У меня тоже монитор 21 на 9, но это еще круче. А вот этот вот 43-дюймовый монитор с частотой обновления 144 Гц, с возможностью по одному кабелю передавать сигнал 4К с очень низкой задержкой. Ну, в общем, нереально серьезная машина, которая по габаритам, в общем-то, соответствует хорошему телевизору. И, в принципе, там тюнера, конечно, нет, но если у вас приставка типа DUNE HD, можно повесить вот такую классную штуку на стенку, подключить к ней DUNE и, в общем-то, от телевизора отказаться вообще. Разрешение, кстати, 4К. А для тех, у кого места не так много, вот Иисус показал еще один любопытный монитор с диагональю 27 дюймов, тоже 4К, тоже HDR 400, а у того, кстати, HDR 1000. В общем, реально серьезная история, которую я бы, честно говоря, хотел, но он как пойдет. А вот, смотрите, это монитор внешний, который был показан на Computex. Он подключается к любому ноутбуку или даже смартфону, и к нему выпустили штатив. Знаете, это немножко бред, правда? Презентация штатива на игровой выставке, вот как он работает. Но, тем не менее, он действительно меняет пользовательский опыт, и вот этот внешний монитор становится вполне полноценным, его можно подключать к чему угодно и играть. Но у меня лично больше всего зацепила мышка Republic of Games Chakra. Это первая игровая беспроводная мышка от Asus, в которой можно менять практически все. То есть она, смотрите, она разбирается, у нее снимаются кнопки магнитные, у нее меняются переключатели, вы можете поставить любое, если вдруг старая гифница или покажется вам недостаточно эффективным. В общем, вот Chakra – это первый must-have, который я обязательно хочу, как только он появится в России, немедленно нахвачу, потому что я очень люблю беспроводные игровые мыши, и хороших очень мало. Ну и, конечно, Republic of Games и Asus были бы не были бы сами собой, если бы не показали новые материнские платы. Они нереально крутые. Вот эта модель, которую я вам показываю сейчас, она стоит больше 600 долларов. Это чипсет X299. Это для процессоров Intel Core Extreme Series, у которых от 8 до 18 ядер. У нее, видите, даже экран жидко-кристаллический, OLED-овский появился. У нее 10-гигабитный сер нет. Для того, чтобы все это работало, потребовалась дополнительная система охлаждения. Это очень серьезная мамка. А вот эта мамка попроще. Она относится к семейству Rockstrix. Это тоже чипсет X299. Тоже можно вставлять Extreme Series процессоры, но она чуть-чуть подешевле. Я думаю, что где-то в районе 400 долларов. И у нее интернет не 10-гигабитный, как у той, а всего лишь в кавычках 2,5 гигабита, плюс обычный гигабитовский интернет. Вообще вот эти сетевые штучки, они очень сильно выгрожают конструкцию. Я видел роутер в одном магазине, 10-гигабитный. Он стоил что-то 600 евро, да? Для роутера 600 евро. А еще Republic of Gamers делает рюкзаки. Я не знаю, честно говоря, насколько нужна вот эта подсветка в рюкзаках. Это, наверное, здорово, красиво, но лучше всего это все видно в темноте. Но когда ты идешь по улице потемной и сверкаешь, как новогодняя елка, это вызывает подозрительный энтузиазм у населения. Поэтому даже по окраинам Керна я бы, наверное, не стал так ходить. А про другие города менее, так скажем, приятные во всех отношениях и говорить не приходится. Но красиво, можно дома включать. В кулуарах выставки мы поговорили с Джеки Сюк, корпоративным вице-президентом и генеральным директором подразделения ASOS Open Platform Business Group. Извините за длинное название, но из должности слова не выкинешь. Джеки – это человек, который реально отвечает за все железо в ASOS и за все компоненты. Причем отвечает уже много лет. Я с ним говорил о своей первой материнской плате ASOS, которую я купил 20 лет назад, ASOS P3BF, если кто-нибудь помнит. Так вот он точно сказал, в каком году она была выпущена, что с ней можно было делать. То есть это человек реально потрясающий. Энциклопедия, интервью с ним выйдет у меня на сайте. Заходите. Думаю, будет любопытно. А теперь мы возвращаемся на саму выставку. Вы не поверите, но, пожалуй, самую большую площадь, два павильона огромных на выставке Gamescom 2019, занимал разнообразный мерч. Мерч – это всякое разное, каким-то образом связанное с играми, фильмами и другой веселой, молодежной и не очень культурой. Чего там только не было, ребята, ну чего там только не было. Я, честно говоря, порадовался, что не взял с собой сына, потому что хочется купить абсолютно все. Но если я как-то еще худо-бедно сдерживаюсь, потому что я понимаю, что и денег как-то хочется на что-то еще другое потратить и тащить все это добро в Москву довольно хлопотно, но, ох, как же это здорово, как же это ярко, как это интересно, сколько всего хочется реально взять. Вообще, игровая индустрия, она очень радует всех, потому что для разработчиков игр, это, понятно, это хлеб, для разработчиков железо – это тоже очень важный хлеб, потому что на бычем в хорошую игру не поиграешь, соответственно, нужно хорошее железо, значит, нужно делать апгрейд, нужно покупать новую технику. У геймеров есть очень хорошая мотивация это делать. Ну и, в общем, вы понимаете, да, насколько это здорово для производителей разнообразного харда. Ну а потом во все это дело включаются производители сувениров и начинается вот такая вакханалия. То есть вы можете при некотором желании небольшом обставить всю свою квартиру, весь свой дом и самому конкретно приодеться полностью в стиле своих любимых игровых персонажей. Ну и немножечко кино. Там еще был такой небольшой павильончик, где показывали всякое разное из фильмов. Например, полная, ну почти полная копия космического корабля из последних «Звездных войн». Я, несмотря на то, что весь такой логичный и адекватный, я тоже немножко приобщился к игровым аксессуарам и приобрел в магазине Wargaming'а, кстати, там стояла русская продавщица, русскоязычная, я приобрел себе симпатичный значок, который я сейчас покажу, и несколько моделей, которые мы будем собирать с ребенком, танков из World of Tanks. Да, вот такой значок. Некоторые принимают его за орден. Это довольно забавно. Вот, обратите внимание, насколько, опять-таки, красиво и насколько детальные инсталляции можно было наблюдать на стендах. Это реально потрясающая детализация. Они сделаны в два человеческих роста. Это я вот со специальной палкой хожу, поднимаю, а на самом деле к этим всем скульптурам я подходил примерно на таком уровне, на них любовался. Ну, а это еще не все. Вот, обратите внимание, что если немножечко обойти стенд, там красота продолжается. Но это невероятно ярко, это невероятно круто. И, конечно, те деньги, то вдохновение, те силы, которые вкладываются в дизайн игр и соответствующего того, что их окружает, производят очень сильное впечатление. И, к сожалению, к сожалению, до Москвы такая красота пока не доезжает. Хочется верить, что когда-нибудь доедут. Вот Borderlands 3, если поставите, получите удовольствие. Еще одна игра вот тоже. Я думаю, что на самом деле я многое пропустил из-за того, что был в пресс-день, потому что никто особо насчет журналистов не заморачивался. Они все равно придут. А всякая самая крутая развлекуха планировалась уже на дни для обычных, простых геймеров. Но, тем не менее, вот какие-то такие сценки уже разыгрывались. Это было довольно мило, необычно. Только света было многовато. Я думаю, что в темноте все это смотрелось бы гораздо, гораздо интереснее. Но игра зацепила, вот какая-то очень необычная, буду ставить играть. На некоторых стендах мы можем снова полюбоваться на продукцию нашего, любезного нашему сердцу бренда Republic of Gamers. Я, честно говоря, офигевал, сколько они мониторов, мышей, гарнитур притащили на выставку. Там счет даже не на сотни, там на тысячи буквально счет. Потому что таких вот стендов с рогом на нем было очень много. Ну, что же. Видимо, овчинка стоит выделки. Ну и пора покидать, к сожалению, выставку. Я был на ней всего один день. Это было мое первое посещение Gamescom. И в следующий раз я поеду минимум на два дня. Потому что, конечно, за один день все обойти невозможно, нереально. Плюс я хочу обязательно погрузиться в атмосферу праздника по полной программе и увидеть, как бешеные немцы рвут друг у друга футболки и бьют оппонентов по упитанным физиономиям. Спасибо, что посмотрели ролик. Надеюсь, что он не последний. Скоро будет выставка Ифы в Берлине, куда я тоже непременно плечу. И расскажу вам о довольно необычных новинках, которые будут в общении с компьютерной сферой. Еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До новых скорых встреч. Пока.